Трагедия в Агдабане это часть широкомасштабного геноцида, совершенного против азербайджанцев. Подробнее на эту тему поговорим с доктором исторических наук, профессором Санкт-Петербургского государственного университета Ниазом Ниазовым. Здравствуйте, Ниазмелим. Здравствуйте. Ниазмелим, события, произошедшие в Агдабане после Худжалы, стали сигналом к большой войне, которую армяне развязали против азербайджанцев. Как по-вашему, почему это произошло, события, и можно ли сказать, что вовремя неданная оценка событий в Худжалы стала причиной этому? Бесспорно, это так, потому что именно после Худжалинского геноцида армянские военные формирования, преступники, которые возглавляли эти военные формирования, и те, которые потом заняли должность руководителя армянского государства, они почувствовали свою безнаказанность, поверили в то, что при помощи грубой силы, военной силы, в первую очередь направленной против мирового населения, они смогут добиться тех бредовых установок, которые они сами верили, которые они очень долгие годы внедряли в сознание армянского народа, и это привело к тем трагическим событиям, которые в конечном итоге испортили межгосударственные отношения между Азербайджаном и Арменией на долгие 30 лет войны, и только сейчас мы видим, что после победы Азербайджана в отечественной войне, в 44-х дневной войне, стороны подходят к возможности восстановления отношений на новом уровне, к нормальному взаимодействию. Однако, также мы являемся свидетелями того, что те самые люди, которые когда-то приложили руку или были деятельными вдохновителями этого самого геноцида направленного против азербайджанского народа, сегодня опять стремятся прийти к власти, к Армении, и, соответственно, это беспокоит азербайджанскую общественность, это беспокоит союзников Азербайджана, а также я думаю, что если это произойдет, это все обернется в большую проблему для самого армянского народа. Мне думается, что, конечно, сделать, добиться своих целей они не смогут, но в общем и целом мы можем сказать, что как бы события не разворачивались, чтобы больше не повторялась трагедия Хаджалы, Азербайджан должен, как он сейчас и делает, вот у вас в предыдущем сюжете было, наращивать боевые возможности своих вооруженных сил, иметь очень тесные военные отношения, союзнические отношения с Турцией, с другими акторами международных отношений, проводить взвешенную внешнюю политику, и укрепляться и дальше развиваться. Это будет являться гарантией того, что эти трагические события больше не повторятся. Господин Ниазов, вот хотя, несмотря на то, что прошло почти 30 лет сагдабанского события, сагдабанской трагедии, но данная трагедия до сих пор не обсуждалась в международном масштабе. Вот сегодня, видя реальную картину на освобожденных территориях, по-вашему, почему мировое сообщество продолжает отмалчиваться? Ну, тут необходимо понимать, что в отношении Азербайджана давно идет политика двойной, тройной, там, четвертных стандартов. Это очевидно, что называется, тут гадалки не ходят. Можно сказать, что сегодня объяснений этому несколько. Во-первых, действительно, надо это признать, что очень долгое время армянская страна пыталась выставлять себя в свете защитников, форпоста не только России, сколько России, сколько всего европейского мира от тех самых мусульманских орб, которым некоторые, скажем, не очень хорошие силы в Европе пугают местное население. И на эту карту армянская страна очень долгое время назад была. К сожалению, в Европе, в той самой цивилизованной Европе, до сих пор находятся люди, которые в эти бредни искренне верят. Кроме того, необходимо понимать, что это тоже очень важный фактор, что сегодня из-за пандемии многие, многие страны заняты решением исключительно своих проблем. И к вопросу внешней политики они относятся к постольку, поскольку, когда задеваются уж самые сокровенные их интересы. Вот. Что можно делать? Конечно, мы можем на это сетовать, но в данном случае я считаю, что заурбожанская политика, политика власти азербайджана направлена на то, чтобы доводить правду, скажем, в Хаджалинском геннадсеях, в Адамском геннадсеях, до мирового сообщества, которое сейчас ведется в власти азербайджана, она совершенно верна. Эта работа не даст результата сразу, но ее эффективность очень высокая, и эта работа ведется, и о том, насколько эта работа важна, свидетельствует о том, что, как армянские, ну, скажем так, условно, псевдопатриотические каналы армянские, пытаются отмазаться и сказать, что они не совершали агнабанский геноцид, или пытаются найти различного рода аргументы, чтобы оправдать свои преступления. Это все свидетельствует о том, что ведущаяся политика верная, добиться, скажем, признания на международном уровне будет крайне сложно, мы видим, что даже Каджаринский геноцид, добиться правды Каджаринского геноцид, признания Каджаринского геноцида азербайджанской стороне крайне сложно, но все-таки работу в этом направлении необходимо продолжать, работать, работать, и что называется, еще раз работать. Спасибо вам большое. Отмечу, что, дорогие зрители, о событиях, произошедшем в Агдабане 29 лет назад армянскими вооруженными формированиями мы говорили с профессором Санкт-Петербургского государственного университета, доктором исторических наук Ниазом Ниазовым.